Дырявая ПВО Москвы, да и всей России, дважды за три дня прозевала атаку беспилотников на столицу. Что же в эти дни на федеральных телеканалах? В эфире специальный выпуск вести. Итак, только что в Петербурге и Кронштадте завершился главный военно-морской парад. Ну не портить же праздник людям плохими новостями. Хотя без траура в российских СМИ не обошлось. С родины мать, советский герб снимают. Огромные стальные колосси кощунственно спиливают советского герба. На месте остается зияющая пустота. Вся суть перемоги киевского режима. Ленина свалили. Всего 80 лет проживали, еще такого не видел. В этом выпуске давайте проверим, разбираем новую порцию манипуляций пропагандистов. Я Олег Борисов. Поехали. Вспомните, как же российские пропагандисты, политики, блогеры и прочие выпрашивали удары по центрам принятия решений. Удары возмездия, то есть удары по этим самым центрам принятия решений, обязательно будут. По центру принятия решений. Ну что ж, заказывали? Получайте. Наконец-то пожелания всей этой Z-публики воплощены в реальность. Правда, есть нюанс. Под утро 30 июля два беспилотника попали в Москва-сити, где расположены офисы Минэкономразвития, Минпромторга и Минцифры России. По улице даже разлетелись документы ведомств. По счастливой случайности, дата совпала с днем военно-морского флота Российской Федерации. Поэтому зрители федеральных телеканалов об этом незначительном происшествии не узнали. Сегодня в день ВМФ прошел масштабный военно-морской парад. Наши бойцы продвинулись еще на 300 метров вглубь обороны ВСУ на Купинском направлении. Поздравление с юбилеем сегодня принимает непревзойденный Ирина Винер. На телеканале Россия Вести в студии Ирина Ройсио. Здравствуйте. О главном к этой минуте в студии Илья Федоровцев. Здравствуйте. В Санкт-Петербурге и Кронштадте сегодня прошел главный военно-морской парад в честь дня ВМФ. Его принял Владимир Путин. Об атаке беспилотников на Москву не упомянуто ни в утренних, ни в вечерних новостях. Полная тишина. Вяло отреагировали на события и прокремлевские телеграм-каналы. Как будто произошло что-то заурядное. Ну, прилетели беспилотники по Москве. Ну, не сработало столичное ПВО. Подумаешь? Думали замять, но не получилось. По Москва-Сити всего через два дня прилетело... Еще раз. Второй удар беспилотника по тому же зданию произошел утром 1 августа. Тут российские СМИ молчать уже не стали. Но лучше бы ничего и не говорили. В выпуске новостей, под кадры поврежденного здания, ведущий всерьез рассказывал о том, что беспилотники были успешно перехвачены. Киевский режим устроил новую атаку беспилотников на Москву. Минобороны сообщают, нападение на объекты в столице было пресечено. Кстати, эту атаку беспилотников в российских СМИ называют террористическим актом. Ну, безусловно, это теракт, конечно. Потому что объект гражданский, центр Москвы. Я проясню. Теракт и военное преступление – это ракетный обстрел российскими силами жилой многоэтажки в Кривом Роге. А вот в здании Москва-Сити, напомню, находятся Минцифры. Именно это ведомство от недавнего времени занимается электронным учетом мобилизованных призывников в попытках привлечь больше российских мужчин к войне против Украины. Ну ладно, удар по Москве. Намного сильнее российских пропагандистов возмутил демонтаж советского герба с монумента «Родина-мать» в Киеве. Надо три зуба из навоза, как привыкли. Три зуба из навоза покрасить в желто-блокетный. Прекрасно получится, я думаю. Герб страны-победительницы заменить на бандеровский три зуб фашистских коллаборантов. Так власть нацистов видит рождение новых символов и подмену истории. На месте герба СССР будет вот этот кривой, искусственно созданный символ Украины. Наспиг сделанный три зуба. Ну так, историческая справка. Три зуб возник еще в 10 веке. Он был личным знаком некоторых князей Киевской Руси Рюриковичей, Владимира Великого, Ярослава Мудрого. Этот символ неразрывно связан с украинской историей и впоследствии стал гербом Украины. Абсолютно никакого отношения к нацизму этот символ не имеет. Так откуда же это взяли российские пропагандисты? Родину-мать собирается, и вот ту самую, где меняют советский герб на три зуб, собирается переименовать в Украину-мать. Но почему свою идентичность нужно искать на основе неонацизма? Почему идентичность современной Украины должна быть связана с пособниками Гитлера, с такими как Бандера, Шухевич? Российские СМИ просто соглашаются со своим шефом, российским президентом Путиным. В его явно нездоровом воображении родина-мать выглядит так. Да и заботится Россия об историческом наследии Украины как-то выборочно. А обстрелять центр Одессы, где расположены культурные памятки под защитой ЮНЕСКО, а потом еще и угрожать разрушить город полностью? Это значит нормально? А вот демонтаж советского герба с родины-мать – ужасное преступление. К слову, снятый серп и молот будут хранить в музее истории Украины во Второй мировой войне. Его не уничтожают, не сжигают показательно на Майдане незалежности. А вот, что с украинской символикой в первые же дни вторжения делали российские оккупанты. На этом все. С вас лайк, подписка, комментарий. А с меня новый выпуск программы «Давайте проверим». Пока! Субтитры подогнал «Симон»